Я эксклюзивный фотограф Айсток Гетти. Естественно, я любопытная скотина, я долгое время работал в рекламе, в маркетинге, я умею делать полевые исследования, мне это достаточно бывает любопытно, поэтому я копаю немножко вшире, вижу, в общем, не побоюсь набраться наглости, сказать, немножко больше, чем большинство рядовых стокеров видят. Но тем не менее, я смотрю под определенным углом зрения, я смотрю все-таки с колокольни Айстоковского эксклюзива, и, соответственно, делайте на это тоже поправку. Это кухня, которую я знаю очень хорошо, а вокруг кухня, за которой я с большим интересом наблюдаю, но сказать, что я вот там такой шеф-повар, божь брони. Поэтому я тут буду транслировать то, что я буду вам рассказывать, это ни в коем случае никакая не истина в последних инстанциях, и местами даже недостоверные факты. Это моя личная точка зрения. Точка зрения, скажем так, экспертная, если хотите, да, но экспорты тоже ошибаются. Так что я буду транслировать свои представления и, в том числе, наверное, свои заблуждения заодно. Зато честно. Так вот, все инспектора, которых я знаю по Айсток, это суперпрофессиональные люди. И, насколько я знаю, например, кухню шаттера, у них тоже работают достаточно серьезные инспекторы. Опять же, никто не... Все люди ошибаются. Все люди, инспектора приходят и уходят, происходят новые призывы. В какой-то момент у них недостаточно опыта, потом они опыта набираются. Не любой грамотный стокер может быть грамотным инспектором. Кто-то лучше видит проблемы и достоинства чужих работ, кто-то хуже, у кого-то острее взгляд, чтобы там увидеть логотип вот на этой пуговице на фотографии в полный рост у кого-то. Нет, кто-то пропустит. Ну, дело такое. Но это серьезная работа. Серьезная и очень ответственная. Потому что задача ведь инспектора не посмотреть красивых картинок, не отшить конкурентов на данный момент задачи и даже не рассмотреть там хроматические аберрации. Например, Айсток давно уже на это дело забил. И то, за что отклоняли фотографии на Истоке там 5-7 лет назад. Шумы, хроматические аберрации, там, оверфильтр, вся эта вот муть. Она давно уже списана на авторское видение. Инспектора в приватных беседах говорят, что клиентам все равно. Клиенты покупают основные продажи, сместились на веб-формат, где это вообще никто никогда не увидит по определению. Но основная задача вменяемого инспектора – это подстраховать исток, и автора от проблем с законодательством. И вот тут вот эта зона очень серьезной ответственности. То есть реально инспектор на стоке фотографу друг товарища брата. Если твои работы… Вообще на данный момент, по крайней мере по истоку, если твоя работа не прошла проверку, то в 99% случаев вообще надо хорошо думать, а стоит ли тебе тут продолжать чего-то делать. Потому что критерии… Чисто техническая планка, она настолько опущена, и не только айсток. Сейчас вот шаттер, говорят, немножко зверствует, но тоже у них это пройдет со временем. А вот страховка юридическая, на которой люди залетали, и очень серьезно залетали, я немножко про это буду говорить. Вот, ну раз пошла такая пьянка, например, знаю я товарища, с которым решила посудиться модель. У него были модели релизы, у него все было оформлено, у него все было принято, а через полгодика или годик после съемки модель решила, что она вот-вот не хочет больше. И товарищ даже с ней не собирался сильно ругаться, но модель пошла в суды. Он с ней судился почти два года, и стоило ему это почти 300 тысяч долларов. А почему не берут, вот, скажем, Курган Славы или что-нибудь? Почему не берут? Ну, во-первых, почему не берут? В общем, даже берут, у меня есть несколько фотографий Кургана Славы. Да? Да, на стоке принятые. Проферти-релиз? Проферти-релиз очень часто требуют. На Курган Славы вряд ли. Ну, знаете, давайте чуть попозже, будет у меня тема про релизы в том числе, поэтому к этому вернемся. Политика релизов вообще здорово ужесточилась, на самом деле, но очень во многих случаях проблема всплывает либо из-за слишком пристального фокуса на потенциально спорном объекте, либо на плохом атрибутировании, когда инспектор, ведь любой инспектор, это не Гугл и даже не Википедия, да? Он смотрит на картинку, он видит проблему. Если он по каждой картинке начнет пытаться понять, изыскивать, что же это такое имелось в виду, то все, проверка встанет. Поэтому в таких случаях проще отказать, чем мучиться. Потенциальная проблема есть? Есть. Атрибутировано невнятно? Невнятно. Что это такое? Из описания непонятно. Ну, все, в сад. Разбирайся, сам виноват. Целее будешь. Вообще, что такое сток, откуда он взялся и какой он бывает? Откуда такое чудо на нас свалилось? Явление это на самом деле совершенно не новое. Стоки начали появляться тогда, когда начала фотография появляться. Ну, это вечная проблема. Что, собственно говоря, проще, даже не выгоднее, а проще, выгода ведь из многих факторов складывается, то ли нанять фотографа, который пойдет тебе снимать белку, ну, это же просто снять белку, то ли все-таки найти фотографа, у которого белка, это уже сфотографировано. А вдруг не сезон, нужна белка летом, а сейчас зима, что делать? Поэтому первые стоки, они начали появляться фактически, когда начали появляться первые более-менее серьезные архивы. И первые стоки, они возникали на базе либо архивов издательств или фотографических фирм, либо на базе просто частных фотоархивов. Он в 20-е, 30-е годы, например, тот же самый архив Беттама, фотограф, который эвакуировался из нацистской Германии, привез с собой несколько чемоданов своих фотографий в Штаты, и на базе этих фотографий создал один из первых фотоархивов. Он работал в основном на крупные издательские дома, на журналы типа Live, срок поиска фотографий, подбора фотографий 24 часа. Это вообще по тем временам фантастическая вещь была. Так, кто у нас там еще? Stone Stock Library, очень забавная штука. 20 тысяч горных пейзажей товарищ накопил. Основной его целевой аудиторией были кондитеры. Очень популярное было в те времена изображение на упаковке конфет, шоколада и прочей радости. Hulton Archive – один из самых первых, уже почти классических фотостоков. Они разработали систему классификации и кейвординга фотографий по ключевым словам, по описаниям, фактически это была первая база данных. И системой классификации до сих пор пользуются. Больше не существует в чистом виде. Поглотил его Гетти, равно как и много чего другого. Так, стоки в нашем понимании стали появляться, грубо говоря, с появлением интернета. Стоки работали с ограниченным числом фотографов. Нельзя было войти с улицы в Гетти или в Hulton Archive. Это были штатные фотографы агентств, штатные фотографы редакций с относительно небольшими базами, с аккредитациями. С появлением интернета все упростилось. Один из первых, в широком смысле, компьютерных технологий, один из первых фотостоков, который начал работать уже по очень понятной на сегодняшний день схеме, и, собственно, изобрел систему Royalty Free, продажи без отчислений, без лицензионных отчислений. Это фотодиск. Я еще помню, пользовался дисками этого фотодиска когда-то давно. Фотографии продавались в виде тематических подборок на CD, рассылались по почте. Вот ты получал подборку, на подборке на диске было у тебя 400 фотографий. Диски использовались годами. Но стоки в том виде, в котором мы их знаем сейчас, появились, когда в интернет вышли фотографы. До того это была все-таки корпоративная система. Когда фотографы получили доступ к интернет, они начали сбиваться в стаи. Первый такой стаи был как раз iStock Photo, который начинался не как фотосток, а как такая дружеская сеть, вроде Fido, сеть обмена фотографиями. Дизайнеры для дизайнеров, фотографы для фотографов. У меня есть белочка, у тебя есть котик. Мы махнемся. Я скачал 10 котиков, ты у меня скачаешь 10 белочек. Потом основатель этого стока Брюс Ливингстон придумал монетизацию, запустил платежную систему и понеслось. Следующий фотосток появился в 2003 году. Шаттерсток всем известный. Сейчас два основных кита между собой борются, а и сток с шаттером на микростовском рынке. Шаттерсток заложил такую большую бомбу под индустрию. Шаттерсток придумал продажу по подписке. Это нехорошая, на мой взгляд, штука. Традиционный фотосток продавал картинки редко и дорого. Это очень грело самолюбие, естественно, но никак не поддерживало развитие рынка. Потому что объемы покупок росли, характер рекламных кампаний менялся, а бюджет это ведь все равно не резиновый. Нельзя в них впихнуть все, что можно. Поэтому уменьшение цены на фотографии и появление микростоков, это, ну, в общем, был совершенно логичный шаг. Получение изображений упростилось, объемы производства фотографии упростились, доступ к ним упростился, спрос вырос. И это позволило существенно снизить цену продажи фотографии, не роняя всерьез дохода фотографа. Да, эта модель начала конкурировать с традиционным стоком, но это была самостоятельная модель продаж. При этом фотографии все равно покупались поштучно. Клиент, покупавший фотографию, понимал, я купил вещь. Продажа по подписке полностью отвязала процесс покупки фотографий от вот этого ощущения покупки объекта. Человек покупает право на продажу, на загрузку к себе на компьютер определенного числа изображений в месяц. И там человек или дизайнер, или организация радостно их там тоннами качает. Уже не очень вникая в то, что покупается, откуда покупается. К этой модели мы еще немножко вернемся. Естественно, она провоцирует и девальвацию фотографии как изображения, как предмета и ведет к серьезному демпингу. А исток долго сопротивлялся, но подписку в конце концов тоже ввел. Фактически сейчас нет ни одного стока, который бы оставался полностью независимой, самостоятельной, уникальной единицей. Практически все стоки или агентства, которые сейчас как-то существуют на рынке, либо с кем-то уже аффилированы, либо негласно стали подразделениями друг друга, либо поглощены. Шаттерсток вышел на биржу, выпустил акции, большое партнерство с Facebook по продаже изображений для рекламы, много чего. Фатолия, известный довольно фотобанк, выходцами из России, основан во Франции, долгое время считался таким нишевым и элитным. Фатолия, купила его пару лет назад компания Adobe, и сейчас фактически это два банка в одном, точнее один банк с двумя мордочками. Одна мордочка Фатолия со штучными продажами, с эксклюзивной программой, а другая мордочка это Adobe Store, где те же изображения продаются по подписке через сервис Adobe, но любой зато пользователь легальный Creative Clouds имеет доступ к этому банку. Серьезная заявка на победу. Гетти поглощала все, что только не попадя. И айсток в 2006 году был куплен Гетти, это сейчас несамостоятельная вещь, и очень много бед на айстоке из-за этого происходит. Медиаваст, я даже таких не помню, но в 2007 году пишут, что это был один из крупнейших конкурентов Гетти. Большой, видно, был игрок, был сожран. Юпитер Имаш, был такой сток, очень народ его хвалил, его Гетти скушала. Корбис, один из первых фотостоков, основанный, кстати, Биллом Гейтсом. Вот буквально недавно был приобретен Гетти через, так опосредованно, аффилированно с Гетти большая китайская компания, как же они называются, Visual China Group. Корбис приобретен China Group, но права на распространение его библиотеки за пределами Китая принадлежат Гетти. То есть такой растет монстр. Там еще, наверное, с десяток других проектов им было скучно. То есть этот рынок растет, укрупняется, становится все более и более корпоративный. Чем корпоративнее становится этот рынок, тем корпоративнее на нем себя чувствуют, ну, скажем так, внешние агенты. Если на раннем айстоке или на раннем шеттерстоке фотографы все-таки были в какой-то степени партнерами, то сейчас-то нанята рабочая сила, над которой можно и подудониться, что сейчас стоки активно и делают. Не будем мы вдаваться глубоко в эти дрязги, не предмет разговора, но не так все там радостно, как бы хотелось. Примерно так выглядит вот эта вот эволюция. То, с чего мы начинали. Небольшое количество авторов, фотографов, авторы сильные, авторы с именами, наверное, авторы, которые являются штатными сотрудниками фотоагентств, вокруг них сидят редактора. Редактора, которые являются главной силой стока, которые обслуживают относительно небольшое количество крупных корпоративных клиентов. Издательские дома, журналы. Поскольку прямого поиска в базе нет, огромные объемы архивного материала, отпечатки, пленки, каталоги, то редактора работают по заказам клиентов, делают подборки, определенное воспитание вкуса, если хотите. К чему мы пришли сейчас? Вот 1987 год, появление RF royalty free. Количество авторов растет лавинообразно. Вот только на одном шаттере, Давича поймал информацию, в 2016 году, к лету 2016 года, шаттер-сток декларировал 100 тысяч авторов у себя. Понятно, что авторы пересекаются по разным стокам, но есть и стоки с эксклюзивной программой, вроде iStock или того же Getty или той же Fatoli. Цифра огромная. Авторов много, авторы очень разного калибра, от огромных топовых метров до совершенных людей с улицы, назовем их так уважительно. Вокруг этих авторов тусится невероятное количество клиентов. Тот же Шаттерсток декларировал 14 миллионов покупателей, активная клиентская база. И прямое общение клиентов с этой самой базой. Никаких редакторов уже и в помине нет. На самом деле они есть. И есть корпоративные программы на том же Getty, на том же iStock. Есть очень серьезный коллектив редакторов, которые обслуживают корпоративных клиентов. Но эта ниша, естественно, сжимается, как шагреневая кожа. Прямой контакт, прямой поиск по базе, соответственно, продаться может все в такой ситуации. Нет редактора, который скажет, не покупай это, не надо, тебе стыдно будет. Продаться может все. Это хорошая новость для тех, кто приходит работать на сток. Можно выйти вот сейчас вот на улицу, сфотографировать дохлую букашку, и эта букашка имеет шанс быть проданной. А плохая новость, базы растут просто как на дрожжах. И найти уже живую букашку среди дохлых становится уже проблематично, потому что ключевые слова у них одни и те же. Проблема. Что важно вот в этой вот картине мира? Эта весь картина мира стыкуется с современным состоянием маркетинга. То есть то, что фотостоки демпингуют, снижают цены, и вводят подписку, и прочие вещи, которые фотографов и прочих авторов стоков совершенно не радуют, это не потому, что стоки такие злые и нехорошие, и хотят продавать нас бесплатно и задешево, а потому что на самом деле катастрофически меняется сам способ использования изображений. Если еще 10-15 лет назад рекламные кампании были глобальными, всемирными, достаточно монолитными, приобретенные изображения могло использоваться и в телевизионной рекламе, и в наружке, и в прессе, и в разных видах, и по всему миру, на глобальных тиражах, то сейчас картина мира изменилась радикально. Бюджет рекламной кампании остался от большего таким же, если мы говорим о рекламной кампании продукта, продвижения. Но при этом сама рекламная кампания сегментирована. Рекламодатели бодаются за узкие ниши, за нишевые рынки, отдельно окучивают женщин до 30, отдельно женщин после 30, отдельно женщин-лесбиянок, отдельно мужчин-гоносексуалистов, отдельно владельцев котиков. В результате рекламная кампания, которая еще 10 лет назад была одной глобальной по всему миру, превращается в сотни рекламных кампаний с короткой продолжительностью, с быстрым выходом с рынка, а бюджет, повторюсь, все тот же. А все эти локальные кампании требуют визуального ряда изображений. Поэтому, естественно, бюджет начинает дробиться. Клиент уже не может приобретать себе изображение для рекламы, а это основной потребитель, за те деньги, которые он мог потратить на это изображение несколько лет назад. Это не значит, что такое использование пропало совсем, оно есть и продолжает быть. Я потом покажу, где оно еще плавает. Но вот тот самый массовый микростоковый рынок, он движется в сторону демпинга. Другое дело, что, опять же, не нужно так сильно бояться очень низкой цены продажи, потому что низкая цена продажи разовой компенсируется увеличивающимся объемом продаж в штуках. Поэтому с точки зрения фотографа достаточно успешно, но по большому счету все равно. Продать одну картинку за 100 долларов, 10 картинок по десятке или 100 картинок по доллару. Результат один. Другое дело, что последний вариант у несколько более унизителен, но это уже вопрос того, с чем мы готовы или не готовы мириться. Вот не поверите, я до сих пор вижу вот такого рода объявления, и не только здесь у нас, где люди доверчивые и непуганные, да, да, видали тоже, и в Штатах, и везде оно бродит. И миф этот о том, что сток – это пассивный, стабильный, пассивный доход. Зарабатывайте с вашей камеры. У вас есть камера, начните снимать, продавайте ваше изображение, вы едете в отпуск, вы окупите свой отпуск. Ну, это прекрасно, конечно, но что на самом деле происходит? Вернемся немножко к истории, да? В какие времена зарождались эти сладкие мифы? Вот какой-нибудь там 2003 год. В базе Шеттерсток 30 тысяч изображений. Это кажется совершенно немыслимой цифрой. Ну, 30 тысяч, мать, 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 мать. 2007 год, Лиз Гэндж такая. Лиз Гэндж, да, Лиз Гэндж. Канадская фотографесса. Супер топ айстока. Бриллиантовый, черный бриллиант. Эксклюзив айса. Вот это информация из ее публичного интервью. На тот момент у нее в портфолио было порядка 5000 фотографий бизнес-тематики. 5-10 фотографий в неделю она грузила. Имела годовой доход порядка 100 тысяч по тем временам. Это очень неплохой доход даже для Канады. Ну, Лиз Гэндж, таких как Лиз Гэндж, не так много было. Ну, можно вспомнить Юрия Аркруса, например, который, наверное, все слышали такое имя, которое ухитряется быть эксклюзивным фотографом айсток Гетти и при этом иметь собственный фотобанк People Image. Ну, много интересного. Но, тем не менее, таких авторов-то не так много. Ну, единицы. А авторов, которые в то время с маленькими портфолио имели годовой доход там в 50-60-70 тысяч, уже гораздо больше. Вот недавно общался с товарищем. Который, честно, признался, вот примерно в 2007-2013 году у него годовой доход был порядка 60-70 тысяч баксов. На портфолио не сильно большом. Портфолио у него на тот момент составляло порядка трех тысяч изображений. Ничего сверхъестественного. Портфолио, правда, красивый автограф, очень талантливый, безусловно. И вопрос личного таланта имеет значение. Но, тем не менее, вот такое было сладкое время. Стоки поддерживали базу, не давали ей пухнуть, как на дрожжах. Все-таки были достаточно жесткие критерии оббора, были лимиты на загрузку. Вот на истоке, например, лимиты составляли для эксклюзивов от 60 до 200 для черных бриллиантов. Но черных бриллиантов, повторюсь, было, может, на то время штук 5-6 на стоке, да. По фотографам несколько, может, десяток, вряд ли больше. Причины отклонений, мы про это уже говорили, да. Шумы, хроматические аберрации, плохой фокус, смаз. Очень четко отслеживались технические параметры съемки. Достаточно непросто было пройти экзамен даже для людей, владеющих ремеслом. Но заработки были действительно быстрые. На яблочках на белом фоне люди действительно зарабатывали неплохие деньги. Это было, правда. Я говорил, эксклюзивный фотограф аисток, почему цифр больше с шаттера. Потому что шаттер – это публичная компания, и он свои цифры публикует в открытом доступе. А аисток и гетти, в общем говоря, нет. Там приходится очень сильно напрягаться. В последнее время они вообще спрятали всяческую статистику из открытого доступа. Если еще год назад можно было посмотреть в поиске, сколько раз продалась картинка, то сейчас уже нельзя. Да и, честно говоря, и авторы аисток статистики уже три месяца не видели своей собственной. Поэтому там все плохо. Так вот, шаттерсток. Извините, 15-й год, но цифры изменились, конечно, но не принципиально. Тенденция ясна. Я тут не стал убиваться и разыскивать новые цифры. Порядка 80 миллионов выплаты авторам в 2014 году. 75 миллионов выплаты авторам в 2015 году. Это забавно, да? То, про что я говорил, демпинг начал касаться авторов напрямую. Рядного введения шаттера по уменьшению стоимости разовых продаж, по изменению стоимости подписки, прилик к тому, что они даже уменьшили выплаты при росте базы и при росте объема продаж. Тем не менее, а так, какая у нас там база? Чтоб не соврать, к середине, к концу 2016 года в базе шаттера было уже порядка 70 миллионов изображений. 70 миллионов против 30 тысяч, которые еще не так давно казались чем совершенно нереальным. Вот понятно, с чем приходится конкурировать. Очень много авторов, очень много изображений производится каждый день. Загрузки в невероятных темпах. Ну и все это происходит на фоне катастрофического падения планки качества и снятия всех всяческих лимитов на загрузку. Аисток сейчас выставил 999 изображений в неделю. Это вот твой лимит загрузки. Не думаю, что кто-то его выбирает, кроме супербольших фабрик. А причины отказов на исток сейчас – это агрессивная нюдити, обнаженка, это сексизм, это некоторые политические моменты. Короче, если сейчас изображения отклоняются по техническим параметрам, повторюсь, это повод задуматься вообще, что я тут делаю. Ну и надо понимать, что зарабатывает на стоке все-таки в основном сток. Вот эта вот картинка из моей статистики, я думаю, что в картинке ошибка, конечно. Но я ее честно выдрал, как есть, не сильно вникая. В общем, картину представления оно дает. Отчисление авторам. Не эксклюзивные авторы айсток фото 15% получают от стоимости продажи. То есть 100 долларов наторговал айсток, 15 долларов получил фотограф. Отчисление, там, адапсток, например, 33% за штучную, от стоимости продажи, но при этом они оговаривают справедливый минимум. Поскольку стоимость продажи может быть любой, они говорят, что ну меньше, чем 25 центов мы тебе не заплатим. Держись, мужик. Ни в чем себе не отказывай. Депозит фото, подписка 0,3-0,35. Гетти, ну, Гетти вообще довольно жадный сток, 20% отчисления. То есть особо не пожируешь. Более высокие отчисления встречаются на отдельных стоках, вот как на той же самой Фатоле, где эксклюзивным авторам выплачивают до 63%. Но тут ведь вопрос, да, почему тот же самый айсток или шаттер позволяют себе держать столь низкие отчисления, потому что они продают, заразы, много. Вот, и рассчитывать на то, что вот Фатолия такая хороша, такая добрая, и так много нам заплатит, я там буду в шоколаде, тоже не очень нельзя, потому что, скорее всего, это отражение того, что продаж там не так много, как им бы хотелось. И авторам тоже. Вернувшись к принципу Парета. Ваше здоровье. Что я тут сделал, подлый человек? По официальным данным, проходившим в открытом доступе, это статистика по состоянию на 2016 год. Картина мира изменилась, я думаю, не сильно много. В открытом доступе была информация о количестве активных авторов Шаттерстока. Ну, я сейчас не говорю о 100 миллионах, которые они декларируют. Были подборочки по именно активным портфелям, тем, по которым есть какие-то более-менее регулярные загрузки, хоть какие-то. Если взять тут 100 миллионов, тут вообще картина будет грустная совсем окончательно. В это же время было известно, какое количество изображений имеется на стоке, и сколько при этом сток выплатил денег. Даже не зная точного числа продаж, по принципу Парета можно делать некоторые предположения. В данном случае стоковый контент, вот то, о чем мы говорили, можно считать однородным, потому что объем огромный. Понятно, что есть более качественные изображения, менее качественные, нишевые, массовые, но в целом это слишком большая выборка, на которые вот такие статистические трюки к принципу Парета начинают работать. Смотрим, что у нас с левой стороны. С левой стороны мы считаем по чем? По изображениям. База шаттер 75 миллионов изображений. 20% этой базы 15 миллионов. И 8% базы 60 миллионов. С левой стороны мы считаем по активным портфелям. То есть на тот момент нашел циферку 42 тысячи активных авторов. Но это не 100 тысяч, но все равно изрядно. Опять же 20% и 80%. И за это же время известно, что шаттер выплатил своим авторам за год 75 миллионов долларов. Дальше смотрим. Если действительно предположить, что 20% делают 80% кассы и соответственно 8% делают 20% кассы, получаем, что вот те вот элитные сливочные 20% авторов забрали себе 60 миллионов баксов. То есть примерно, если смотреть по портфелю, то это примерно 4 доллара на одно изображение в год. Это вот доходность стока, возврат. В это же время все остальные несчастные, 80% наша база, хвост, забрали себе аж но 15 миллионов долларов, что дало им возврат примерно по 25 центов на изображение, загруженное на сток в год возврата. Ну, либо примерно 400 баксов за год на 100-картиночный портфель. Как-то так. Если посмотреть при этом по авторам, то 20% авторов откушали на себя примерно по годовой доход по 7 тысяч в год. Ну, для Республики Беларусь это уже что-то такое более-менее осязаемое. А все остальные, грубо говоря, по 400 баксов в год на автора. И эта картина, она фантастически оптимистична, потому что дальше можно сделать еще одну итерацию. И попробовать эти вот элиту и хвост поделить еще на свои 80 и 20. Почему здесь получилась такая дробная часть? Потому что вот эта вот серединка, 20 процентов, прошу прощения, 80 процентов элиты и 20 процентов хвоста оказались абсолютно симметричными. Там оказалась очень большая группа с абсолютно одинаковым распределением дохода. Поэтому, грубо говоря, вот это вот низ элиты и верх хвоста я объединил в одну группу и ее, в свою очередь, опять же, разбил на 80 и 20. То есть вот сверху, вот сверху элита, это 20 процентов вот той элиты, которая у нас была на предыдущем кадре. Да, вот, вот той красненькой. Нижняя вот эти вот, вот, красная зона, это 80 процентов, опять же, вот этого голубого столба, а посерединке две группы, это, опять же, 20 и 80 процентов от того, что было между ними. Вот, и эта картина, мне кажется, более адекватной. Вот наша элита, там всего-то, ну, грубо говоря, полторы тысячи авторов на Шеттерстоке. Эти полторы тысячи авторов имеют годовой доход, ну, в среднем, там, порядка 30 тысяч на человека в год. Опять же, повторюсь, в каждой группе это ведь не... Понятно, что эти там тысяча, полторы тысячи авторов не получают одинаковый доход. В каждой группе есть свое расслоение. И там есть топы, которые, наверное, у них есть годовой доход, превышающий сотни тысяч в год. А низ этой группы, они будут где-то по доходу ближе к тому, что лежит под ними. Ну, картина мира, понятно, да? Средний класс, там, грубо говоря, две с половиной тысячи авторов. Ну, это вот семь с хвостиком годового дохода на человека. Дальше примерно 10-11 тысяч, ну, таких начинающих авторов, малоактивных авторов, как хотите их назовите, которые разбирают где-то себе за год, ну, баксов по 450 на человека. Ну, допустим, как монетизация хобби, можно как-то рассматривать это, как версию. Вот. Но остается еще примерно 25 тысяч авторов, которые на себя разбирают по 100 баксов в год своим тяжелым трудом. И это те люди, которые создают основной объем изображений при этом. А про стоит ли овчинка выделки? Ну, как по мне, так представляя себе, что стоит работать на сток, лучше копать канаву. Вот. Здоровее будешь, а доход, наверное, будет выше. Но эти люди приходят и приходят и приходят и приходят. Вот. По моим прикидкам, они на себя, вот эти люди на себя откусили примерно 3 миллиона денег. Что забавно, если эту группу еще дальше подробить, мы увидим, что в ней людей, у которых будет доход, который, в принципе, можно забрать, не так уж много. Большая часть этой группы, их доход будет меньше 100 долларов в год. А, скорее всего, меньше 50 долларов в год. Что это значит практически? Это значит, что люди вообще не зарабатывают ничего. Они работают в минус. Эти деньги никогда не будут востребованы со стока, потому что на всех стоках есть правила минимальных выплат. Вот накопилось у тебя на счету 100 баксов, ты их можешь себе забрать. Пока не накопилось, извините, опаньки. Пока будут копиться в течение 2-3 для кого-то 5 лет эти 100 баксов, человек уже забудет свой пароль к стоку, скорее всего, и забудет, что он там вообще регистрировался. Это деньги, которые просто подарены стоку, которые себя и так не так уж плохо чувствуют, как мы видели. Поэтому есть ли смысл влезать в эту всю историю без твердой уверенности в том, что ты сможешь там работать? Ну, я не вижу. Это деньги, которые отняты у тех авторов, которые работают активно. Раскидать эти 3 миллиона вот туда вот наверх, так там люди очень большое спасибо скажут. А тут эти деньги, которые створились в прах, и все, от них не осталось ничего. На стоке работать можно, и большое число людей там работают и неплохо себя чувствуют. Для кого же, тем не менее, сток, на мой взгляд, смысл имеет? В каком случае нет? Сток – это все-таки, ну, если хотите, полноценная фулл-тайм работа. Не фулл-тайм она может быть только в том случае, если по определению ты производишь достаточно большое число фотографий, изображений, не обязательно фотографий, кстати говоря, которыми можешь по своему усмотрению распоряжаться. Например, я когда начинал работать на исток, я специально для стока не снимал вообще, но у меня было огромное количество неликвидов от съемок для клиентов, например, от моего рекламного агентства, которые я спокойненько туда сгружал, не сильно по этому поводу беспокоился. Потихонечку у меня портфолио нарастало, какое-то понимание нарастало. Если вы фотографируете действительно много, можете делать это регулярно, и продукт при этом ваш достаточно хорош, владение, профессия в руках есть, потому что выходить, как можно было еще там 10-15 лет назад, масса была примеров, когда человек, который никогда камеру в руках не держал, что-то там прочитал, купил какую-то дешевую мыльницу, и там за годик, глядишь, и сделался неплохие деньги, и освоился, и в профессии поднялся. Эти варианты уже не проходят. Слишком много изображений. Бессмысленно выгружать туда мусор, бессмысленно. Его уже не купит никто, подняться на этом нельзя. Кроме разочарования здесь ничего не будет, к сожалению. Разочарование для автора и замусоривание базы. То есть нужно владеть профессией на достаточно высоком уровне. Нужно уметь достаточно адекватно оценивать качество своей работы и своего уровня владения профессией. Нужно уметь работать мотивированно, самостоятельно, без начальника. Это тоже большая проблема. Это не качественная оценка. Вот это плохо, это хорошо. Но есть люди, которые могут работать только в системе, которая стимулирует тебя снаружи. Те поставили задачу, тебя проверили, дали втык. Ну да, пошли дальше. На стоке это не работает. Нужно мотивировать себя самостоятельно. И поверьте, это сложно. Гораздо сложнее, чем кажется, заставить себя, когда никто тебя не гонит в шею, взять камеру, встать в три утра и поехать куда-нибудь, чтобы в пять утра быть на месте. Да не просто для души, когда ты знаешь, что ты приедешь, погуляешь, поснимаешь красивый закат, разожжешь костер, а тебе нужно привезти еще какую-то технику, приволочь туда пять моделей, стрясти с них модель релизы, убедиться в том, что они правильно одеты, их там гонять. Заката ты не увидишь 100%. Ну, это немножко другая зона мотивации, скажем так. Понимать, что финансовая отдача придет, если ты будешь работать, но это будет не через месяц и не факт, что через год. Всегда есть момент личного везения, всегда есть момент личного таланта, есть люди, которые поднимаются с нуля свечкой. Все это есть до сих пор, все бывает. Но рассчитывать на это как на данность, наверное, сейчас не стоит. Нужно понимать, что это может быть процессом весьма и весьма длительным. Опять же, повторюсь, не всегда и не все зависит от самого автора. Сильно много всяких странных факторов на стоке сейчас происходит. Есть, по себе смотрю, есть шикарные серии, в которых я совершенно уверен в том, что они продажны. На 100%, на 110%. Они проваливаются в черный ящик, иногда на полгода, иногда на год. Просто потому, что что-то не сложилось с индексацией. Вот как-то проскочили не вовремя, появились в ленте новых, прошли незамеченными, закопались другими работами, похоронились без смач, потом на какое-то изменение без смач, выдача поисковой они всплывут, они начнут продаваться. Но это может случиться. И даже хорошие деньги принесут, но ты рассчитывал с них деньги получить через месяц, через два, а они возьмут и придут в следующем сезоне, когда наступит их продажное время. То есть, ну... Так. Ну, собственно, расписывать я дальше это не буду. Что захотите, почитайте.